Приветствую вас! С вами Наталья. Сегодня я хочу посадить розочки, которые я получила из Агромаркет. Сажать эти розочки буду вот здесь, вот в этих двух клумбах, которые находятся возле пристройки. Пристройку мы достроили в прошлом году. Еще внешние работы мы не проводили, не облагораживали. Но посадить розочки нам это не мешает. Розочки будут подрастать и радовать наш глаз. На вот этой клумбе я посажу розочку, которая называется Freedom. Это чайно-гибридная роза, очень ароматная. Саженец класса АА+, это высший сорт. Вот такая она на вид эта розочка. Очень красивые эти розы. А на этой клумбе я посажу другую розу. Роза тоже чайно-гибридная, называется Bella Vita. Саженец высшего сорта. Вот так выглядит эта роза. Обе эти розочки высотой до одного метра. Они не будут расти очень высокими и не будут загораживать вот эти вот большие окна. Перед тем, как посадить розочки, нужно обязательно их подготовить к посадке. Для начала нужно снять вот этот вот защитный черный слой пленки. После того, как мы аккуратно распаковали нашу розу, убрали черную пленку, розу нужно обязательно осмотреть. Корни у этой розочки при упаковке были завернуты вверх. Это, конечно, не очень хорошо, но при посадке мы это все исправим. Еще один неприятный момент. Вот видите, где корневая шейка чуть ниже повреждена кора. Вот она даже отвалилась. Это произошло из-за того, что черная пленка была очень сильно, крепко, туго замотана в этом месте. И получилось, что в этом месте немножко роза подопрела и кора отошла. Эту ошибку тоже можно исправить. На данный момент мы можем обработать это место зеленкой, обыкновенной аптечной зеленкой. Если посмотреть сверху, то в принципе здесь состояние у розочки хорошее. Вот только в этом месте немножко росточек у нас присох, мы его чуть-чуть обрежем. А так в принципе ничего здесь больше трогать и не нужно. Что же мы делаем дальше? Дальше распакованную нашу розочку нужно обработать. А вернее всего обработать корни. Вот перед нами две емкости. В одной емкости у меня находится вода с препаратом Трихофит. Это биологический препарат. Препарат Трихофит используют от серой и белой гнили, черной ножки, парши, фитофтороза, фузариоза, бактериоза, мучнистой росы и корневой гнили. И другие. Опускаем нашу розочку в эту емкость. Если водички не хватает, то доливаем так, чтобы корешки полностью были в воде. Оставляю розочку примерно на полчаса. Во второй емкость у меня находится вода и я добавила препарат для корнеобразования. Через полчаса я выему эту розочку и перемещу ее в эту емкость. И оставлю тоже примерно на полчаса. Тем временем мы подготовим место для посадки нашей розы. Делаем на клумбе углубление. Достаточно широкое, просторное и глубокое. Для того, чтобы корни розы могли затем беспрепятственно развиваться. В посадочную лунку я буду добавлять перепревший куриный помет. Перепрел он вместе с опилками. Здесь примерно 5 литров у меня. Если у вас чистый куриный помет, то добавляйте меньше. Дальше я буду добавлять примерно 2 литра песка и стакан золы. Все это высыпаем в посадочную лунку. И тщательно перемешиваем вместе с землей. Чтобы получилась однородная такая смесь. Теперь в посадочную лунку добавляем воду. И даем воде впитаться. Если вода впитывается слишком быстро, можно добавить еще воды. Чтобы наше место посадки было достаточно увлажненным. Прошло полчаса. Вынимаем нашу розочку из одного раствора. И помещаем ее в другой раствор. Где у нас находится корнеобразователь. Попускаем хорошо. Поправляем корни. При необходимости добавляем воду. Чтобы корни полностью покрылись нашим раствором водным. И ждем еще полчаса. Тем временем подготавливаем следующую розу для посадки. Очищаем корни от пленки. И помещаем в раствор с протравителем. Внимательно осматриваем верхушки у наших розочек. И если нужно, немножко поправляем. Вот здесь росточек у нас присох. Можно его отрезать. Так, эта веточка у нас хорошо себя чувствует. Эта веточка тоже хорошо себя чувствует. Оставляем все как есть у этой розы. У этой розочки мы видим верхушка вот здесь тоже у нас немножко испорчена. Поэтому придется ее срезать. Вот она болезненная такая, потемневшая. Поэтому я ее срезаю. Дальше у этого росточка у нас тоже немножечко засохла верхушечка. Поэтому тоже нужно обрезать. Смотрим дальше. У этих росточков тоже необходима подрезка. Вот так вот поправили все аккуратно. Все места, которые кажутся нам подозрительными, можно обработать зеленкой. Обычной аптечной зеленкой. Также места срезов тоже можно обработать зеленкой. У этого саженца, как мы видим, корневая шейка и кора. Все здесь на месте. Все аккуратно и хорошо. А здесь под корневой шейкой у нас кора отпала. Поэтому мы обработаем зеленкой. Растения, так как и люди, нуждаются в уходе, заботе и лечении. Так что не ленимся и аккуратно обрабатываем наши растения. Чтобы избежать каких-то неприятностей, заболеваний. Вот так вот все аккуратненько обрабатываем. Так, здесь мы больше ничего не срезали. А здесь обрабатываем места, где были срезы. Все места, которые нам кажутся подозрительными, аккуратно обрабатываем. Вот отмокли корешки у нашей розочки. Теперь мы видим, какая здесь корневая система. Что здесь нужно подправить? Ну, во-первых, вот этот длинный корень, мне его придется чуть-чуть подрезать. Совсем немножко, вот краешек. Потому что он у меня не поместится в посадочную лунку. А если он останется завернутым, то это плохо скажется на корневой системе. Так, обрезали этот корешок и смотрим, какие еще здесь корни можно поправить. Можно поправить и вот эти тоненькие корешки, у них тоже можно кончики срезать. Ничего страшного, это даже на пользу. Вот этот длинный корешок тоже нужно обрезать, потому что он слишком длинный и при посадке он завернется, не поместится. Ну, а так, в принципе, наша розочка уже готова к посадке. Расправляем корешочки, чтобы они не были завернутыми, чтобы они прямо уходили в землю. Приступаем к посадке розы. Для этого мы опускаем розу в посадочную лунку, выпрямляем все ее корешочки, чтобы они вот туда вглубь, в землю уходили. Если нужно, все это поправляем. Заливаем водичкой и выставляем розу так, чтобы корневая шейка вот эта вот находилась примерно на 3-5 сантиметров под землей. Я использую обыкновенный инструмент, вот так выкладываю его и вижу примерно уровень земли, который у меня будет после посадки. Почему нужно заглублять корневую шейку? Потому что корневая шейка может вымерзать зимой, или может повреждаться, или может болеть, если она будет находиться над поверхностью. От этого, конечно, будет и страдать само растение. Если сильно заглубить корневую шейку, это тоже плохо, потому что в глубине она может подгнивать и растение наше будет страдать. Поэтому делаем все так, как нужно. 3-5 сантиметров под землей. Теперь подсыпаем в нашу лунку земельку аккуратно и слегка утрамбовываем. Только слегка, чтобы корни плотно соприкоснулись с почвой. Если нужно, розочку поправляем, если она на один бок у нас наклонилась. Вот так вот засыпаем и слегка утрамбовываем. Слегка. Почва у нас внизу влажная, влаги хватит надолго. После посадки можно длительное время розу не поливать. Продолжаем засыпать. Засыпаем так, чтобы спрятать нашу корневую шейку. Ну вот, наша розочка и посажена. Корневую шейку мы заглубили, спрятали. Сильно землю не приминаем. Делаем вот такой вот небольшой крох. Сюда затем будем поливать. На первое время старайтесь водичку отменить на это место, где корневая шейка. Поливайте вокруг. Влага достанет до корней и розочка, как говорится, напьется. Вот этот росточек, который завернулся у нас вниз, он со временем выпрямится, поднимется к солнышку. Вот этот росточек, который у нас как бы завернулся за вот этот стебель, нужно поправить. Попробовать. Если он поддается, то мы его вот так поправим и выведем его на вот эту сторону. Чтобы он развивался так, как нужно. Вот так вот. Значит, что еще нужно сказать. Первое время, как только мы посадили розы, примерно неделю, а может быть даже и две недели. Все зависит от погодных условий и температуры воздуха. Розу необходимо притенять от прямых солнечных лучей. То есть, здесь вот нужно поставить ограждение. И чтобы солнечные лучи не попадали первое время на наше растение, таким образом мы дадим нашей розе адаптироваться. Чтобы наша розочка прижилась, начала развиваться корневая система. А затем уже откроем ее к солнышку и дадим возможность развиваться на земной части. А сейчас мы приступаем к посадке второй розы. Все проделываем точно так же. Вот и посажены две наши розочки. С этой стороны я выбрала чайно-гибридную розу Freedom, потому что она более теневыносливая. С этой стороны у нас часто бывает тень, поэтому ее место здесь. А с этой стороны, на этой клумбе, более солнечное место. И здесь свое, так сказать, место, свой дом приобрела розочка Bella Vita. Чайно-гибридная. Ну что ж, пожелаем нашим растениям расти, развиваться и радовать нас. С вами была Наталья. До скорых встреч!